Я вот, прежде чем к вам сюда собраться, посмотрел стенограмму прошлогодней пресс-конференции. И там мы с вами тоже говорили о сложной ситуации, которая складывается в экономике России. И когда у вас и Слава Терехов спрашивал, и другие ребята, как долго мы будем выходить из такой сложной ситуации, вы сказали, что при самом плохом раскладе на это потребуется, ну, где-то года два. Ваши слова такие, помните, да? Вот. И я вот сейчас прикинул, это значит, где-то получается примерно конец 2016-го, начало 2017-го. Вот. Скажите, пожалуйста, сейчас у вас настроение изменилось по поводу нашего с вами выхода из кризиса? Потому что в стране очень тяжело, вы сами лучше нас всё это знаете. И какие ваши дальнейшие прогнозы? Ну, я забыл представиться, да? Александр Гамов, Комсомольская правда, радио, сайт и газета. Спасибо. Начнём с того, что я расскажу вам старый замшелый анекдот. Встречаются два приятеля, один у другого спрашивает, как дела? Тот говорит, ну, вот как в полоску, чёрная и белая. Сейчас какая? Сейчас, говорит, чёрная. Проходит ещё там полгода. Ну, как дела? Да, знаю, в полоску. Сейчас-то какая? Сейчас, говорит, чёрная. Нет, тогда же была чёрная. Нет, выясняется, что тогда была белая. Вот у нас примерно такая ситуация. Мы когда в прошлый раз, год назад говорили о том, как вы наши планы и как мы будем двигаться в направлении выхода из кризиса, какие перспективы мы перед собой видим, мы, зная о, к сожалению, большой зависимости нашей экономики от внешнеэкономических факторов и, главным образом, от цен на традиционные товары нашего экспорта, на нефть, газ, их производные, на химические товары, удобрения, всё это считается в конечном итоге от нефти и газа в значительной степени, исходили из того, что средняя цена на бренд, на нефть нашу будет 100 долларов за баррель. Это было в начале 2014 года. Мы из этой цифры всё остальное считали – и макроэкономику, и доходы, и расходы, и поддержку социальной сферы, поддержку экономики. И, соответственно, Минэкономразвитие выстраивало в зависимости от этих всех параметров и планы развития в конце прошлого года. А в конце этого года мы уже вынуждены были всё пересчитывать, даже в прошлом году уже вынуждены были в конце всё пересчитывать, потому что цена упала в два раза, не в какие-то проценты, а в два раза. Была 100 долларов за баррель, стала 50. Мы посчитали бюджет следующего года как раз из этой цифры. Это очень оптимистичная сегодня оценка – 50 долларов за баррель. Но сейчас сколько она уже – 38. Поэтому мы вынуждены будем, наверное, и здесь что-то корректировать. Вместе с тем я всё-таки воспользуюсь тогда вашим вопросом для того, чтобы показать, от чего у нас, к чему мы пришли. Да, конечно, после вот этого падения цен на наши основные энергоносители и поползли все наши показатели, какие они. Это сокращение ВВП на 3,7%, на 7 декабря инфляция с начала года – 12,3%. Я считаю это важным сказать, потому что наверняка будут и другие вопросы, связанные с перспективами развития, с сегодняшним состоянием. Для того, чтобы всё это понимать, нужно вот эти цифры знать и от этого отталкиваться. Реальные располагаемые доходы населения сократились. Инвестиции в основной капитал за 10 месяцев текущего года сократились на 5,7%. Извините. Вместе с тем, и мы тоже об этом уже говорили, статистика показывает, что российская экономика, кризис в целом миновала. Пик, во всяком случае, кризиса. Не кризис, а пик кризиса. Со второго квартала текущего года наблюдаются признаки стабилизации деловой активности. О чём, на основании чего мы такой вывод делаем? В сентябре-октябре прирост ВВП, прирост уже составил, соответственно, 0,3-0,1% к предыдущему месяцу. Начиная с мая перестал сокращаться и объём выпуска промышленной продукции. В сентябре-октябре зафиксирован небольшой, но всё-таки рост промышленного производства – 0,2-0,1%. Кстати говоря, на Дальнем Востоке зафиксирован рост промышленного производства – 0,3%. Положительную динамику демонстрирует сельское хозяйство. Рост там составит не менее 3%. Это говорит о том, что мы правильно и своевременно всё делаем по поддержке сельского хозяйства. И урожай зерновых у нас второй год подряд выше, чем 100 миллионов тонн – 103,4%. Это очень хороший показатель. И ещё раз воспользуюсь случаем, чтобы поблагодарить селян за их работу. Устойчивость ситуации наблюдается на рынке труда. Уровень безработицы колеблется около 5,6%. Понимаем с вами, если вспомним 2008 год, что в целом это результат положительной работы правительства. Сохраняются положительные сальды торгового баланса. Вот у нас общий объём товарооборота упал, а сальда положительные сохраняются, причём на достаточно серьёзной величине зафиксировано – 126,3 миллиарда долларов. Международные резервы составили 364,4 миллиарда. Они немножко сократились, но всё-таки это очень солидная величина. Снизился внешний долг Российской Федерации на 13% по сравнению с 2014 годом. Существенно сократился отток капитала. Более того, в третьем квартале текущего года отмечен чистый приток. Вот что касается снижения долговой нагрузки. Чрезвычайно важная вещь и важный положительный показатель – это обратная сторона медали, связанные с так называемыми санкциями. Конечно, было бы хорошо, если бы мы имели выход на внешние рынки рефинансирования, и все эти деньги оставались внутри экономики России и помогали развиваться. Но, с другой стороны, перезакредитование – тоже плохой признак. И поэтому мы ведь что сделали? Мы, несмотря на все ограничения, полностью исполнили все наши обязательства перед нашими партнёрами, в том числе и перед кредитными международными и зарубежными организациями. Мы полностью всё выплачиваем в срок и в полном объёме. И общий совокупный долг – это не госдолг, а общий совокупный долг, имея в виду и задолженность финансовых наших учреждений, и предприятий реального сектора экономики – он сократился. И это, в принципе, положительная вещь. Как я уже сказал, и чистый приток капитала наблюдаем, что тоже весьма положительная вещь. Думаю, не думаю, я уверен, эксперты об этом говорят. Это говорит о чём? О том, что инвесторы, понимая реалии нашей экономики, начинают проявлять к этому интерес, к работе здесь. Несмотря на сложную ситуацию, продолжает развиваться и ТЭК. Добыча нефти, угля, электроэнергии увеличилась. По итогам года будет введено в строй более 4,6 гигаватт новых генерирующих мощностей. Мы уже примерно 20 ввели, это чуть меньше, чем в прошлом, позапрошлом году. В прошлом-позапрошлом был вообще абсолютный рекорд, но 4,6 – это тоже очень хороший показатель. И в ближайшие годы такие темпы будут сохранены. И это тоже очень важно, потому что это говорит о растущих возможностях экономики в целом, говорит о её энергообеспеченности. Развивается инфраструктура активная. Вся морская портовая инфраструктура России получила прирост мощности в объёме 19,5 миллиона тонн. Кстати говоря, обращаю внимание, что за январь-сентябрь объём перевалки грузов в российских портах увеличился на 3%. Коллеги дорогие, это о чём говорит? Вот у нас доходы бюджета от наших экспортных товаров уменьшились. Почему? Да из-за стоимостных показателей. А поскольку мы фиксируем увеличение товарооборота в портах, это значит, что физический объём не уменьшился, а даже увеличился. Это весьма позитивный фактор. Продолжаем развитие аэропортной системы. За 9 месяцев они обслужили аэропорта более 126 миллионов пассажиров. Это на 2,5% больше, чем в прошлом году. Заметно вырос и объём внутренних авиаперевозок более чем на 16%. Несмотря на непростую финансово-экономическую ситуацию, мы продолжаем ответственную политику в области государственных финансов. За 11 месяцев текущего года доходы федерального бюджета составили 12,2 триллиона, расходы – 13,1 триллиона. Дефицит бюджета, как мы видим, 957 миллиардов. Ожидаемый уровень дефицита бюджета по итогам текущего года – 2,8-2,9% ВВП. Это вполне удовлетворительный показатель для сегодняшней ситуации в экономике. Более чем. Чтобы обеспечить сбалансированность федерального бюджета, в текущем году мы задействовали резервный фонд. При этом, и это тоже очень важно, суверенные фонды в целом сегодня находятся на вполне, не просто удовлетворительном, на хорошем уровне – 11,8% ВВП. Резервный фонд составил 3,931,000,000 рублей – это 5,3% ВВП. А фонд национального благосостояния – 4,777,000,000 рублей – это 6,5% ВВП. Мы выполнили все свои социальные обязательства в текущем году. Фиксируем естественный прирост населения. Это очень хороший показатель. Говорит о настроении людей, о том, что у них есть возможность планировать развитие семьи существенно. Меня это очень радует. Всего за время действия программы, скажем, материнского капитала уже средства получили 6,5 миллиона российских семей. Мы эту программу, как вы знаете, материнского капитала продолжили. Напомню, что в 2016 году размер материнского капитала останется на уровне 2015 года – 453,000 рублей. В подавляющем большинстве регионов решены вопросы доступности дошкольного образования примерно на 97 с лишним процентов. По прогнозу Росстата ожидаемая продолжительность жизни по итогам года превысит 71 год. Мы выполнили свои обязательства по индексированию пенсий по фактической инфляции 2014 года. Страховые пенсии увеличены на 11,4%. С 1 апреля этого года на 10,3% повышены социальные пенсии. Ну и, конечно, вы меня спросили, вернее, начали вопрос с того, что происходило в прошлом году и что мы ожидаем в ближайшее время. В следующем, имея в виду вот эти стоимостные показатели по нашему экспорту, приблизительно на сегодняшний день, во всяком случае, правительство рассчитывает выйти на рост экономики 0,7% в 2016 году, на 1,9% роста в 2017, на 2,4% роста в 2018 году. Хочу обратить ваше внимание на то, что это всё посчитано из расчёта 50 долларов за баррель. Сейчас это ставка ниже. Волатильность очень большая. Мы не будем спешить с пересчётами и с внесением корректив в бюджет, потому что это влечёт за собой снижение объёма финансирования и социалки, и реального сектора. Но правительство, конечно, готовит сценарий на любой вариант развития событий. Это должно быть в руках правительства как инструмент. Правительство должно быть готово к любому развитию ситуации. Но, конечно, резервы роста ВВП не ограничиваются только нашими возможностями, связанными с экспортом. Здесь необходимо заниматься, я уже об этом говорил, в послании импортозамещением, которое само по себе не панацея, но исходим из того, что это означает переоборудование значительной части нашей промышленности, сельского хозяйства. Это будет означать другую техническую оснащённость, а значит повышение производительности труда. И мы, конечно, должны продолжать работу по совершенствованию механизмов управления экономикой, её разбюрокрачивания, создания более привлекательных условий для ведения бизнеса и поддержки предпринимателей по решению тех задач, которые стоят перед ними и перед нашей экономикой в целом. Вот на этих направлениях и будем работать сосредоточенно на этом своё внимание. Так что спасибо вам большое за вопрос. Это дало мне возможность использовать вот эти материалы. Спасибо.